Когда со мною Бог Бог всегда имел и имеет желание и мечту Сопровождать человека на земле Он желает не только сопровождать Он желает содействовать Сотрудничать вместе с человеком Я не знаю, вы когда-нибудь заметили Когда люди играют в футбол Вот один папа Его сын играл в футбол И папа был на трибуне Ну, короче, как болельщик И его сын там бегает Папа так сопровождал Что его нога Он стоял Его нога двигался Как будто это он возле мяча Единственное, он не заметил Что перед ним сидит человек И поэтому, когда сын начал бить И папа тоже ударил сосед Но плохо, конечно, так нельзя Но факт, что папа настолько соучаствовал Что он весь был в игре вместе с сыном И заметьте Наш Бог абсолютно такой же Он желает быть твоим главным партнером В любом деле Он желает сопровождать В жизненный путь Один из главных доказательств Вот желание Бога Постоянно помочь человек Помните, когда Петр Был освобожден из тюрьмы Вернее, ангелом И он пришел В дом Мамы Марка, по-моему Где они молились И когда девушка бежала Сказала, Петр стоит возле ворота Что они сказали девушке Это не он Это его ангел Заметите Норма в то время была Что Бог дал ангел Сопровождающий каждого То есть, получается Бог никогда не планировал Чтобы мы с вами прошли этот жизненный путь Самый То ангел поручил То сам принимает участие Но всегда Бог желал Чтобы человек Имел сопровождение Когда он проходит По жизненному пути Скажите со мной, аминь Деяние апостолов 10 глава 38 стих Петр дает свидетельство Того, что он видел Как Бог Духом Святым и силой Помазал Иисуса Из Назарета И он ходил Благотворяя И исцеляя всех Обладаемых дьяволом Потому что Бог Был С ним Заметите Когда со мной Бог Бог уже был С Иисусом Поэтому Я буду изучать Как Иисус ходил Потому что С ним Был Бог И со мной Тоже Бог Иисус Ходил Благотворил Исполняя Своё поручение Земное Он делал Всё, что От него Ожидается И при этом Успешно Сделал Потому что Бог Был С ним Вот получается Когда говорится Потому что Бог Был с ним Имеется ввиду Дух Святой И сила Работали Дух Святой Это личность Сила Это Способность Творить Почему Если Тебя зовут Самсон И с тобою Бог И ты Лежишь Ночь И И Филистимляне На тебя Нападают И ты Встаёшь И перед тобой Ворота Города Закрытие Но с тобою На нём В момент Когда он Берётся За воротами Проявляются Снимают Ворота Он Даже Время У него Не было Их Бросит Насилуя Собою И Бежит На Гору С ними Обычный Человек С которым Бог Не ходит Такое Делать Не может Это Значит Когда Бог Был Самсоном Это Означает Дух Святой Была На нём И Сила Божия Проявлялась Скажите Со мной Амин Так Я смотрю На Давида С ним Был Бог И Смотрите Он Начал Делать То Что Другие Люди Не Делали Вывод Простой Когда Бог С Личностью Это Означает Бог На этого Человека Высвободил Духа Святого И Силю Чтобы Работали Вместе С Этим Человеком Теперь Евангелие От Матфея 28 Глава 20 Стих Библия Говорит Итак Идите Научите Все Народы Крестья Их Во имя Отца Сына И Святого Духа 20 Стих Учай Их Соблюдать Все Что Я Повел Вам И С Я С Вами Во Все Дни До Скончания Века Скажи Бог Со Мною Во Все Дни До Скончания Века Давай Давайте Посмотрим На церковь Первого Века Как Они К Этому Отнеслись Потому Что Говорится Бог Марка 16 Проповедовать Дело Что За Сила Бог Нам Дает Это Та же Сила С которой Сам Бог Работает Если Бог Говорит Я Сейчас Иду Работать Он С Какой Силой Работает Это Та же Сила Божия Рабочая Сила Которую Он Нам Дал О Принципах Победоносной Жизни Доступно И Практично В Книге Пастора Генри Мадава Как Стать Чемпионом Для Божьего Царства Если Вы Желаете Расти В своем Призвании И Быть Успешным В Повседневной Жизни Эта Книга Поможет Сделать Конкретные Шаги К Подлинному Успеху И Благословению Уже Сегодня Приобретайте Книгу Как Стать Чемпионом Для Божьего Царства Удобным Для Вас Способом По Электронной Почте Или Телефону Который Видите На Экране Заказывайте И Становитесь Чемпионами Веры Уже Сегодня Когда Вы Читаете В Библии Где Написано Ибо Он Дает Тебе Силю Приобрести Богатство Там Не Написано Что Он Дает Тебе Ума Чтобы Приобрести Богатство Там Написано Он Дает Тебе Силу Скажите Силу Это Сверхъестественная Божественная Способность Приобрести Богатство Где оно Работало В Библии В Египте Работало Народ Выходит Из Египта Эта Сила Вошла В действие Забрал Все Золото Серебро Египтяне И забрал С собой Через Море Вот Что За Сила Проблема Наши Верующие Мы Не Верим В Эту Силу Мы Верим В нее Конечно Иногда Но Надо было бы Поверить Теперь Смотрите А Бог Обещал Я с вами А эти Поверили И они Пошли Проповедовать И Сила Божия То есть Бог с ним Начала Проявляться И начались Чудеса Получается Получается Бог Ожидает Чтобы Мы С вами Поверили Что На самом Деле Он Правду Сказал Когда Он Сказал Я С вами Бог С Тобою Бог Со Мною Бог С нами Скажи Со Мною Бог Когда Должен Был Родиться Иисус Один Из Главных Вещей Что Ангел Известил Это Имя Ему Еммануил Что Значит С нами Бог Для Ангелов Это Было Большое Дело Что Наконец Бог Начнет С Человеком Сотрудничать А Человек До Сих Пор Это Не Уловил Глубину Изречения Ангелов Поэтому Ангел Пришел Сказал Мне Известно От Бога Какое Еммануил Идет Что Это Значит С Нами Бог Теперь Сам Бог Будет С Вами Спасибо Принеси Мне Пожалуйста Попкорн И Получается Не Уловили Вернулись К Попкорн Свой А Вот Грандиозности Если есть такое слово Если нету Добавить Слова Грандиозности Этого Всего Прошел Мимо И мы Воспринимаем Понимание Со Мною Бог Из Ящика Религиозного Воспитания И Мы Не Уловили Глубину Того Что Произошло С Нами Ведь Теперь С Нами Бог То Есть А Это Способность Если Ты пришел К Йордан Откроет Йордан Ты пришел Черное Черное Море Красное Море Он Эта Способность Откроет Красное Море Если Ты пришел К Лазару Умершему Эта Способность Воскрешает Лазар А если Тебе Нужны Деньги Для Налогов Ты Идешь С удочки Ты Ловишь Рыбу Где Есть Деньги Во рту То 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 есть Эта Способность Это Все На Все Способная Способность Это неправильно Но Сегодня Правильно Это Способность Которая На Все Способна Это Значит Христиане Наполнены Этой Силой По Идею Должны Быть Смелее Всех Потому Что В них Есть Сила Которая Способна На Что А Теперь Понимаю Павел Который Говорит Я Все Могу Кажется Ему Это Открылся Что Для Нас Вопрос Не В том Мы Все Можем Не Просто Как Из Речения А Потому Что Мы Храм Духа Божьего И Сила Божья С Нами Все Это Равняется Еммануил Означая С нами Бог Скажи Со Мною Бог Вот Одна Из Главных Функций Господа Иисуса Когда Пришел На Землю Это Было Открывать Эпоху Которая Называется С Нами Бог Когда Бог Начинает Сотрудничать С Человеком Совместно Делать Дела Сопровождая Его И Бог Дал Человеку Его Силу Способность Чтобы Он Делал Скажите Со мной Амин Аллилуйя Бог Желает Подкреплять Тебя Содействовать Помочь Сопровождать Чтобы Сила Его Через Тебя Всегда Работала От Луки 5 глава С 1 стиха Однажды Когда народ Теснился К Иисусу Чтобы Слышать Слово Божие Он Стоял У Озера Генесаретского Увидел Он Две Лодки Стоящие На Озере Рыболовы Это Бизнесмен Назваем Рыболовы Они Занимаются Рыбой Выйдя Из них Вымывали Сети Свои Значит Они Ничего Не Ловили Всю Ночь На Гран Банкротство Он Просил Его Отплыть Несколько От Берега И Сев Учил Народ Из Лодки Когда Перестал Учить Сказал Симон Отплыв На Глубину И Закиньте Сети Свои Для Лова Симон Сказал В ответ Наставник Мы Трудились Всю Ночью Ничего Не Поймали Но По Слову Твоему Закину Сет Сделав Это Они Поймали Великое Множество Рыбы И Даже Сет У них Прорвалась И Дали Знак Товарищам Находящимся В другой Лодке Чтобы Они Пришли Помочь Им И Пришли И Наполнили Обой Лодки Так Что Они Начинали Тянуть Увидев Это Симон Петр Пришпал К коленам Иисуса Сказал Выйди От Меня Господи Потому Что Я Грешный Человек Эти Ребята Работали Всю Ночь Наверное С 6 Вечера Где-то Восми До Утра И Нол Прибыли Нол Всего Платить Налоги Нол Экономика Нол А поскольку Они Все Живут Вокруг Генисарецкое Озеро Это Главный Источник Всех Доходов Что Для Правительства Что Для Всех Людей Для Кушания Людей Все Ждут Риболовы Ночное Чтобы Утром Купить И Кушать Дома Получается Они Никто Не Кушает Потому Что Нет Рибы Нет Продажи Следующий Базар Не Работает Потому Что Рибы Нет Никто Ничего Не Ловил Придется Закрыть Базар Следующий День Налогов 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 Нечего Взять Даже В храм Нечего Дать Десятину Потому Что Ничего Не Давили Поэтому Когда Иисус Пришел Сказать Закиньте Сет Он Имел Ввиду Базар Будет Работать На Продажу Магазин Работает Десятину Будет Что Давать Храм Он Имел Ввиду И Налоговые Придут Получат Свой Процент Налоговые И Значит Государственный Аппарат Будет Жить Чудо Которое Сустворилось Этими Ребятами Это Не Только Риболов Рибы Чудо Это Чудо Как Сила Божия Может Показать Повлиять На Экономику На Все Что Делается В районе В местности Оказывается Бог Заинтересован Чтобы Экономика Стране Работала В Храмы Приносили Десятину Базар Работал Была Продажа Рибы И Люди Кушали Дома Четыре Сразу Вопросов Решил С этим Чудом Ловли Рибы Он Он Так Помог Петру Что Петр Словил Столько Риб А у него Была Принцип Базар Знаете Как Все Мое Он Понял На На Этот Раз Слишком Глобал На В Глобал На деле Нельзя Сам Все Тащить Нужно Компаньоны Подключить И Они Тоже Кое Что Получат Но В Результате Я Выигрываю Больше Чем Я Сам Все У Меня Сеть Начала Его Сеть Написано Прорвалась Вот И Получается Надо Было Расширить И Дать Полномочия Другим Людям Забрать Часть Его Рибы Не Забрать В смысле Украсть У него Помочь Ему И Они Получат Что От Этого Но Зато Петра Будет Больше Заметь Он Сразу Умножил Бизнес Петра От Моя Лодка С Моим Братом До Партнеры По Понадобились Вот Настолько Сила Божия Которая В тебе Вот Так Работает Кто Не Будет Скажите За мной Аминь Единственное Условие Заметьте Для Того Чтобы Такая Сила Сработала Петр Отдал Сначала Свою Лодку Иисусу Для Евангелия И Когда Иисус Использовал Для Евангелия Лодку В Обмен Он Сделал Такое Чудо И Заметьте Как Оно Широкое Петр Дает Лодку Раньше Чем Он Ловил Он Еще Ничего Не Ловил Но Уже Дает Лодку Это Называется Жертва Другое Дело Если У меня Было Уже Много Риб Я Уже Играю Футбол С них Это Одно Дело Ничего Не Поймал Но От Меня Просят Чтобы Я Дал Когда Я Еще Ничего Не Поймал И Не Предвидится Ничего И Он Уже Дал Два Петр Петр Отдал Свою Лодку Но Чудо Которое Получил Петр Это Не Только Для Петра Это Чудо Для Галилеи Все Назаретское Побережье Капернаум Все Это Места Они Все Будут Участвовать Петр Сделал Но Решение Вопросов Для Всего Побережья Исход 31 Глава С 1 Стиха И Сказал Господь Моисею Говоря Смотри Я Назначаю Именно Веселила Сына Уриева Сына Орова Из Колена Иудина И Я Исполню Его Духом Божьим Мудростью Разумением Видением И Всяким Искусством Работать Из Золота Серебра Медь С Голубой Пурпуровой Червленой Шерсти Из Крученного Весона Резать Наверное Так Видишь Ты Уже Знаешь Заметите Бог Способен Чудом Или В процесс Пребывания В церкви Или В процесс Пребывания С Богом Многие Из вас Вы Наверное Уже Обнаружили Что За время Когда Вы С Богом Появили Способность Которые До Этого У вас Не Были Дух Святой В нас Приносит Способность Которые До Этого У нас Не Были Скажите Со мной Амин Это Притом Божественная Способность Которые Ты не можешь Сказать Что Это Водит Преподаватель Это Водит Наставник Это Водит Известный Нет Это То Что Тебя Спрос Кто Тебе Помог Ты Налево Направо Ой Бог Вы Что Нормальный Да Потому Что Этот Мир Не Может Мириться С тем Что Бог Может Что Среди Человеков Делать А Бог Может Скажите Бог Может Если Вы Обнаружите Что Бог Вам Дал Способность Которые До Этого Не Было Это Означает Что Вам Надо Двигаться Иисус Сказал Идите По всему Миру Я С Вами Двигайтесь И Я С Вами Горе Тому Человеку Кому Бог Дал Своё Присутствие А Он Сидит И Не Двигается Бог Когда Дает Он Ждет Результат Иисус Ходил По земле Благотворя И все Эти Дари Помазания Сила На нем Дала Отчет Пред Отцом Слепой Варти Мей Женщина С кровотечением Девушка Которая Умерла 12 лет Ей Была Они Дали Отчет Два Слепых Кричали Лазар Четыре Дня В гробе Они Дали Отчет Что Дари Который В тебе Талант И Призванием Какой Отчет Они Дают О тебе Какой Да понимаю Есть некоторым Людям Которым Все равно Пожалуйста Мне все равно Что они говорят Пожалуйста Мне не все равно Обо мне И у вас Я ваш пастор Мне не все равно Причина Причина Почему Бог Меня поставил Это Чтобы Отчеты Были Другими Я здесь Стою Для того Чтобы Отчеты Даров Талантов Которые У вас Которые Дадут Богу Были Другими Жизнь Это промежуток Который Бог дает Для создания Уникальной Истории И каждый Из нас Является Ее героем Бог Бог ищет Людей Создателей Хороших Историй Создай Свою собственную Историю С Богом Благодаря Этому Учению Пастора Генри Мадава Вы начнете Большие Приключения С Господом Которые Навсегда Изменят Вас Не ожидайте Лучших Времен Чтобы действовать Делайте Шаг Веры Сегодня Многие Из вас Вы Убрали Большие Возможности Которые Вы собирались Делать Для Господа Для Жизни Потому что Вы посоветовались С видимым И Видимое Вам Сказало Нельзя А Надо Было Не Смотреть На Видимое А Смотреть На Невидимое И Строить Исключительно По Слову Божьему Учение Пастора Генри Мадава Создать Свою Собственную Историю С Богом Поможет Вам Хранить Уверенность В Боге И Создать Свою Собственную Уникальную Историю Становитесь Тем Кто Пройдет Через Большие Приключения И Явится Причиной Расширения Царства Божьего Расширения Субтитры Семен 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 Продолжение следует...